Чемпионат по картинку iMallMix открыл новый гоночный год. Третий этап турнира оказался непростым. Ожесточенная борьба развернулась в первый же день соревнования, когда на старт вышли пилоты сильнейшей группы А. Плотность на трассе была настолько высокой, что после четырехчасовой гонки команды, занявшие первые и вторые места, финишировали с минимальным разрывом в 4 секунды. Высокий градус напряжения сохранялся и в двух следующих заездах. Я боюсь всегда этого этапа после новогоднего, потому что настрой-то у них боевой еще какой. Они соскучились, они хотят битвы, они хотят гонок, борьбы. Плюс тут как раз идут такие в чемпионате передвижки, набирание очков. Там где-то они со штрафами ехали, потому что в предыдущую гонку там все команды были со штрафами. А дальше будет только жарче. Ведь впереди у пилотов еще четыре отборочных этапа и финал. Кстати, с важных обновлений год начал и сам картодром, где проводится чемпионат iMall Mix. Отныне он называется не Forza Karting, а Mix Karting. Во многом как раз таки из-за соревнования. Это целая серия, это получается целая жизнь, большая, неотъемлемая часть нашего картодрома, картинг-центра. Плюс мы за это время начали выпускать собственные карты специально для этой серии, и они также называются Mix Kart. Следующий этап iMall Mix состоится в последние выходные февраля. А кто получит главный приз – 300 тысяч рублей. И специальные награды мы узнаем в июне. А мы снова приглашаем в кино. С 27 января в широкий прокат выходит новый мультфильм «Монстры 2». Мегагодистрибьюшн и телеканал «Автоплюс» будут рады видеть вас в кинотеатрах. Первая часть анимации «Мы – монстры» стала самым успешным экспортным фильмом Германии в 2017 году. А потому ничуть не удивительно, что история получила продолжение. Итак, семейка Wishbone отправляется в очередное кругосветное путешествие. Главные герои повстречают новых друзей и противников. Среди них лохнесское чудовище, Йети из Гималаев и талантливый музыкант King Kong. Вторая часть мультфильма затрагивает важные темы, волнующие современное общество. В частности, вопросы дружбы и семьи, пропаганду идеальной жизни, социальные сети, отношения к внешнему виду. В основе сюжета лежит идея того, что в мире нет ничего совершенного. И это прекрасно.